Внимание! Разыскивается Нечипаренко Олег Викторович, 89-го года рождения, уроженец города Ленинград, за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Если вы знаете о его местоположении, сообщите об этом в комментариях. Ты ничего не знаешь обо мне. Это АП. Академия порядочных парней Привет всем зрителям АПП. Формально повод к появлению этого ролика новый альбом Кезару, который переигрывает и уничтожает шарты ВК, Apple Music и Spotify. Сам видосик будет больше про музыку Олега, чем про события в его жизни, которые имеют самые эпичные, но мало чем подтвержденные трактовки. И к трекам тоже стоит проявить скептицизм, ибо мы не админ паблика рифма и панча, для которого Олег чуть больше, чем рэп-исполнитель. Обязательно ставь лайк под этим видео и пиши в комментах, какие треки Кезару тебе больше всего зашли. Подписывайся на канал, колокольчик, все дела, поехали! Кезару родом из Санкт-Петербурга. Мать Олега владела магазином брендовой одежды в Санкт-Петербурге, что позволяло семье жить на широкую ногу. Ну и как следствие этого, у парня была возможность слушать что-то более серьезное, чем Децл. Поначалу Кезару вдохновлялся классическим нью-йоркским хип-хопом, например, группой Bootcamp Click. Позже он слушал представителей южного хип-хопа, например, Touristix Mafia. А еще будущий рэпер заслушивался треками Eazy-E и считал его настоящим OG, то бишь Original Gangster. Разумеется, Олег этими рэперами не ограничивался, судя по его странице ВКонтакте. Что только он не переслушал из американского хип-хопа за свою жизнь. Однако, сытое время закончилось. Мать Олега увязла в долгах, а сам он пошел по кривой дорожке, начав толкать вещества. Свои первые треки Олег записал в 2009-м, когда ему было 20 лет под псевдонимом Dillian Ounces. По его словам, он с друзьями приехал на студию, чтобы записать какой-нибудь трек. У друзей получилось так себе, а вот Олег сделал круто. За два года он успел, находясь в андеграунде, записать большое количество различных треков. Все они были собраны в 2011-м году в один векстейп, вышедший на лейбле Цао. Его треки имеет смысл подслушать даже тем, кто не очень-то и любит современное творчество Кизаро. Если ты делаешь рэп, на голове носишь, как в кармане стек, личный так заряженный мэк, проснешься утром. Янки здесь. В 2011-м году рэпер меняет свой никнейм на Янки, а вместе с этим постепенно создает свой новый стиль. Мало кто сейчас тащит, бабла запах манящий, покажи, кто тут живет. В альбоме Last Day перемены не так заметны, но стоит начать слушать Яму, и обратной дороги уже не будет. Здесь Олег уже дает слушателям сполна насладиться своими музыкальными экспериментами. Маленький панк думает, что он бог, блядь, но это не так, всего лишь его сон, береги свой план, свой план, свой дом, блядь. Некоторые треки звучат настолько грязно, что хочется пойти помыться. Слышишь, кто твой сахарный папаша, кто твой сахарный папаша, твой, блядь, сахарный папаша. В 2014-м году рэперы берут за задницу полицейские и приходят в его квартиру с обыском. В итоге Олег был вынужден пойти на сделку со следствием. Типа назвал, блядь, какие-то имена, которых не существует вообще. И в итоге они меня отпустили до суда с шитым делом. С Олега взяли подписку о невыезде. Однако дожидаться суда он не стал и отправился в Испанию, а конкретно в Барсу. Даю привет всем, братья. По приезду в Барсу Олегу пришлось обустраиваться с нуля на новом месте, а заодно перезагрузить свою карьеру. Ни связи, ни друзей, нахуй, ни знания языка. Я маме, блядь, звонил и вот говорю, мам, блядь, дай мне на комнату. Начнем хотя бы с того, что он еще раз сменил себе псевдоним. Теперь он Кизару. Чтобы понять, почему именно такой псевдоним выбрал себе Олег, следует поднять такой серьезный пласт современной культуры, как аниме. Рэпер взял себе псевдоним одного из персонажей многосерийного аниме One Piece Адмирала Кизару. А так, его список просмотренных тайтлов не ограничивается одними лишь приключениями пиратов соломенной шляпы. Например, Олег придумал еще один способ посмотреть наруто со всеми филлерами, который мы практически осуждаем. Желает мне доброе утро, а то мы взрываем траву. Главное, курю, залипаем наруто, ты думал обидеть меня, но сам не заметил. В целом, Кизару очень сильно любит Сенаны. Жанр, где главный герой – парень, который на протяжении сюжета преодолевает различные трудности, участвует во множестве боев, битв и становится сильнее, меняет себя. Вернемся к самому Олегу. Первый сингл, который спровоцировал определенный хайп среди любителей рэпа «Никто не нужен». Одна обложка трека «Чего стоит» – «Сиропные реки», «Еловые берега». Позже Кизару запишет пару крутых фитов. От такого музла Россия захотела Олега настолько сильно, что объявила его в международный розыск. Испанские полицейские в конце 2015 года быстро нашли Олега и надели на него браслеты. На любой вопрос, который мне задают, они мне отвечали «Россия wants you», «Россия wants you», «Россия wants you». По словам рэпера, когда следствие перевело дело 2014 года на испанский и прочитало его, стало ясно, что Кизару вряд ли поедет в Россию, ибо российские полицейские в деле указали только 159 грамм веществ для личного употребления, вместо большого количества на продажу. По испанским законам это тянуло на четверочку – месяцев. Трек, который вы сейчас услышали, изначально должен был быть фитом Олега и его коллеги «Сонши Олепа». Но отсидка помешала этому. Ну а пока Олег сидит, послушайте еще одну годноту, выпущенную им в то время. В апреле 2016 Олега выпускает. Он пишет на своей странице пост и в нем обещает летом выпустить альбом, который взорвет Россию. Однако выпуск затянется. Кизару хочет все сделать по красоте. Ну и заодно выплывет наружу его биф с фараоном. Если коротко, Олег ненавидит участников «Янг Раша» и считает себя первым клаудрейпером на русском. Ни один мужик взрослый, адекватный, не будет с таким типом работать. Вообще никогда. Если не хочешь, чтобы его бизнес закрылся очень быстро. Альбом «Мазфорте» выходит под конец года и делает много шуму, ибо каждый трек был маленькой, но все же бомбой. Клип на один из треков альбома вообще стал мемом в языцах. Но это был не единственный хит от Олега. Позже появился англоязычный мини-альбом «Long Way Up». И опять наблюдается интересная ситуация. Кизару анонсируют еще один альбом на середину 17-го, но переносит его дату выхода аж на 6 раз. И это стоило того. Вышедший в ноябре яд вызвал оглушительный хайп вокруг себя в рэп-среде. Пару дней спустя Кизару подписал контракт с лейблом Sony Music и выпустил фит со своим кумиром Smoky Mo. Также вскрылся его конфликт с фейсом. Оказывается, Иван имел смелость написать в личку рэперу из Барселоны, попросив фит. На что он мне ответил, типа, что-то в стиле «Иди нахуй, чувак, и все такое». В итоге Иван целых пять минут плакал со зрителем на концерте о том, как сильно его ругал Кизару, на что Олег предложил фейсу приехать. Да махача в реальной жизни дела не дошло. Ладно, пусть будет виртуальный. У Кизару также были вопросы, как к Симирону. Правда, Мирон Янович отшутился. А еще в конце семнадцатого Кизару хайп доходит до Алишера Моргенштерна, который не спит три дня, чтобы быть похожим на Олега, познает культуру граффити и пилит очередной выпуск изи-рэпа. Давайте вам ваш изи-рэп, блядь, на Кизару. А в догонку делает еще и ролик «Он вам не Кизару», в котором борется с болезнью. Данная болезнь называется «Кизарак головного мозга, бля, у». Этот видос тоже не остается без внимания Олега. Печально, печально, что такие люди лезут вообще в культуру, блядь, разобравшись, нахуй, даже не поинтересовавшись, да? Но через месяцок у него от русскоязычных фанатов пригорит так сильно, что это станет мемом, который вы все знаете. Не лезьте, блядь, в хип-хоп, вы ебучие суки, нахуй. Дауны, блядь, мать вашу! В то же время у него выходит еще один сингл. «Он вам отшибло, парень, выдуваю с ногу в пламя, в окрусе маме называют меня негодяя». А также фиты с американскими исполнителями вроде Олджи Мака. Помимо этого в марте Олег выпускает первую часть своего музыкального шоу, в которой он с приглашенными гостями слушает различную популярную музыку, обсуждает ее и, конечно же, курит. «Этот трек самый, посылающий полицию на три буквы». «Так, кстати, только что проехали копа, нам пришлось скинуть. Да, но мы поджигаем второй». Всего вышло два выпуска, оба довольно интересные. В середине 18-го Кизару делает клип, которым доказывает, что даже после просмотра этого ролика вы будете знать об исполнителе очень мало. Да, об Олеге мы до сих пор не будем знать ничего. А об коне славы КПСС еще меньше. В сентябре без лишнего шума и промо-компании Олег выпустил альбом «Назад в будущее». И клипец к нему, разумеется. И не один клип. В 19-м году еще выйдет рисованное видео на трек «Пакуем». Сам альбом получил две платиновые сертификации, что для того времени было круто. Вы, кстати, заметили, как сильно изменился флоу Олега? Нет? В мае 19-го многие заметили. А в сентябре Кизару выпускает «Кармагеддон», альбом, который многие фанаты рэпера считают одним из лучших за всю его карьеру. Вы только вдумайтесь, его прослушали за неделю ВКонтакте 10 миллионов раз. Помните эти биты, которые размазывали слушателей по ковру? Помяните их. А вы думали, он всех не переиграет? Он всех не уничтожит? Ладно, ладно, эту фразу надо было приберечь для Born to Trap. А он будет только через год. Но в любом случае, «Кармагеддон» Это классика, блядь! Которую должен послушать любой, кто хочет иметь представление о рэпе на русском языке. А еще Олег – это тот исполнитель, который в 20-м году сделал оригинальный кавер на Виктора Цоя. Жаль, что оригинальный трек убрали со всех площадок из-за жалоб владельцев авторских прав на песни Виктора Робертовича. Композицию «Аниме Мир» мы уже показывали в этом ролике, но давайте повторим. А заодно напомним, что у нас есть целых два ролика про музыку из аниме, которые стоят вашего внимания. Ссылочка в описании. Пока Кизару работал над рожденным для трепа, он также записал мощный фит с Хордич Пабло Хуан, рэпером из Атланты. А еще он выпустил крутой сингл и клип. Но это было всего лишь разминкой. Настоящий стиль начинается... Самый главный альбомный хип-хоп-релиз недели – это Кизаровский «Born to Trap». Новый альбом Кизаро «Born to Trap» оказался самым успешным в его карьере. По совместительству он является супергероем, ведь, как я понял, он спас мать админа паблика «Рифмы Панчи». Но судя по бешеным прослушиваниям на официальном плейлисте в ВК, успех релизу обеспечен. Поэтому в любом случае альбом уже стал успешным. Вы когда-нибудь чувствовали момент нахождения на стыке времен? Когда какое-нибудь событие меняло мир? В этом году переворот игры случился дважды. Многие завистники скажут, что ради стикеров и не такое послушают, но они не правы. Люди шли за стикерами, но получили мощный поток эмоций. Топ-10 спотифая по России. Это треки Моргенштерна, Славы Марлоу и Кизаро. И 2020 однозначно их год. После просмотра этого ролика вы ничего не узнали об Олеге, а его биография именно музыкальная, очень глубока. Например, вы не рассказали о том, как он фристайлил. Солдаты тихо дома лечат раны, пока депутаты набивают чемоданы. Или не вдавались в историю тех объединений и группировок, в которые он входил. Мы и так этот ролик делали целых три дня, вместо стандартных суток. И все это было потрачено на прослушивание дискографии Олега, просмотра постов в Рипе о нем, чтение фан-паблика Рэйпера и его страниц ВКонтакте. И все равно остается ощущение недосказанности. Как будто что-то важное проплыло мимо нас и показало средний палец, крикнув. Ты ничего не знаешь обо мне. Если вы поняли, что именно мы упустили, то пишите в комментах. А также, если тебе понравился ролик, давайте наберем 30 тысяч пальцев вверх. И пиши в комментарии, про какого исполнителя ты бы хотел, чтобы мы сделали выпуск в следующий раз. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик. А с вами была Вика. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Академия порядочных парней